Прогулки в парках и скверах могут таить себе опасность. Специалисты СЭС решили в очередной раз напомнить горожанам, чем грозят укусы клещей. Оказалось, что в этом году паразиты облюбовали не только районы области, но и центральные части города. Поэтому эксперты раздают прохожим буклеты, где говорится о том, что делать, если горожане становятся жертвами нападения опасных насекомых. В большинстве случаев шумкенцы оказались знакомы с мерами профилактики. Я знаю, что если клещ укусил и находится на теле, его нельзя вырывать. Необходимо сразу же обратиться к медикам. А тех, кто держит скот, им необходимо проводить обработку. У нас в Израиле профилактика этого ведется давно. У нас нет таких лесов, как у вас. Там может быть тоже клещи. Одеваем штаны, ботинки закрытые. Специалисты предупреждают, что укус клеща может вызвать серьезные заболевания конго-крымской геморрагической лихорадкой. На сегодняшний день в Южном Казахстане зарегистрированы 80 обратившихся с укусами опасных насекомых. К счастью, по области пока нет ни одного зарегистрированного случая заражения КГЛ. Впрочем, не все южане с одинаковым энтузиазмом отреагировали на акцию. Некоторые вовсе отмахивались от специалистов. Люди, в принципе, по-разному. Некоторые слушают нас, а есть некоторые, конечно, к сожалению, что не обращают внимания на нас и не берут наши памятки, не слушают нас. Это, можно сказать, плохо тем, что они могут при укусах клеща не знать клиники, не знать, как поступить. Вот это чревато, можно сказать, последствиями этого заболевания. Специалисты рекомендуют после обнаружения клеща на себе удалить его и сразу же обратиться к медикам. Начало болезни. Специалисты напоминают острое. Появляется сильная головная боль, резкая слабость, боли в мышцах и костях. Отмечается нарушение сна, снижение аппетита, тошнота и рвота. Температура тела быстро повышается. Геморрагический синдром характеризуется повышением сыпи, образованием гематом.